Это спортивное известие в студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте! На чемпионате Украины по шашкам стол среди юношей и юниоров, который завершился в Херсоне, харьковчане завоевали 6 золотых наград. 4 из них в возрастной категории 13 лет. Василиса Куценко стала чемпионкой в классической игре Тимур Золотарь в Рапиде. Екатерина Мусиенко первенствовала в Блице и быстрых шашках. Егор и Дарья Лобановы выиграли юниорские турниры по Блицу и Рапиду соответственно. Также на счету харьковских стоклеточников 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Александр Шариков продолжит выпуск. Харьковские шпажисты командой сильны. На прошедшем в Киеве чемпионате Украины среди юниоров они добыли в командных соревнованиях золотую и серебряную медали. Лучше мушкетерский принцип «Один за всех, все за одного» усвоили Роман Самойлов и Три Андрея – Деркача, Панасенко и Полянский. В сражении за первое место они заставили сложить оружие в сборную Закарпатской области. Харьковчане были сильнее, точнее на 17 уколов – 45-28. Харьковские шпажистки разжились в столице серебром. В финальном противостоянии Анастасия Зеленцова, Ксения Макарущенко, Екатерина Касьяненко и Юлия Евтушенко уступили первой сборной Киева – 37-45. На чемпионате мира по фигурному катанию Украину в спортивных танцах на льду представят харьковчане, многолетние лидеры национальной сборной Александра Назарова и Максим Никитин. Для них это будет уже шестой планетарный турнир в карьере. Лучшим достижением харьковского дуэта является 15-е место. В 2017 году воспитанники Галины Чуриловой впервые заняли эту позицию. Спустя год повторили результат. Очень скучаем и пытаемся соревноваться везде, где только можно, на любых соревнованиях, на которые мы сейчас можем поехать. Поэтому очень ждали и будем со всеми силами отправляться с большими надеждами. Предстоящий чемпионат мира особенный. Во-первых, он пройдет без зрителей и с ограниченным количеством людей на арене. Во-вторых, по его итогам будут определены квоты на будущий сезон, в том числе на Олимпийские игры. Конечно, хочется, по крайней мере, чтобы наши планы все осуществились. И хочется, конечно, чтобы ребята собрались, и чтобы им было комфортно, и чтобы они хорошо выступили. Основная подготовка к главному турниру года завершена. Наводится последний лоск. Кстати, Назарова и Никитин оставили прошлогодние программы. Ритм-танец под мюзикл «Сорок вторая улица» и произвольный мимы французского композитора Рене Абри. Поменяли пару элементов, но в остальном осталось все по-старому, потому что очень удачная получилась программа. 110-й чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Стокгольме на будущей неделе. Метал закрыл турецкий сбор контрольным матчем с местным футбольным клубом «Манав Гацпор». Дебют лучше разыграли харьковчане. На шестой минуте Антон Поступаленко открыл счет. Ожидание второго гола получилось долгим. Бразильский легионер Металла Жо удвоил перевес на 65-й минуте. Дальше под шефным Александра Кучера было легче, и в оставшееся время они забили еще два мяча. На 70-й минуте Юрий Кравчук прямой наводкой со штрафного довел преимущество до крупного. А незадолго до финального свистка Александр Мизюк подвел итог игры. 4-0 металл. Для женского баскетбольного клуба «ХАИ» 13-й тур чемпионата Украины в высшей лиге получился удачным. Харьковчанки дважды обыграли Полтаву в гостях. Первый матч подопечные Леонор и Чек завершили разгромом 90-47. Повторные выиграли со счетом 87-45. Форвард БК «ХАИ» Елена Витковская набрала в двух матчах 37 пунктов. В турнирной таблице харьковские баскетболистки остались на третьем месте. В 12-м туре чемпионата Украины по баскетболу в Мурской высшей лиге политехник принимал кривбас. Стартовый поединок первой и второй команд таблицы остался за хозяевами. Перед большим перерывом они уступали один пункт, но в двух последующих четвертях, благодаря результативной игре, Евгения Савченко, Александра Кушнирова и Кэмерона Грегори организовали отрыв и победили 101-85. Повторная встреча прошла по другому сценарию. Сделав правильные выводы, криворужские баскетболисты сразу захватили инициативу и после первой половины лидировали с преимуществом в 12 очков. В третьей и четвертой десятиминутках политехники пытались догнать соперника, сократили отставание, но избежать второго поражения в сезоне не смогли. 72-78. Проиграли сегодня 6 очков, но мы не делаем из этого трагедию. Это очень хороший был тур. Почаще бы, побольше бы таких игр с такими соперниками на таком большом напряжении, скажем так. Это дает возможность команде развиваться. Политехник единолично возглавляет первую группу. Харьковская команда имеет лучшее соотношение сыгранных матчей и количество побед. Следующий вторым кривбас отстает по этому показателю на 7%. Юниорская сборная Харьковской области по водному полу добилась максимального результата в стартовом домашнем туре чемпионата Украины в высшей лиге, который проходил в бассейне НТУ ХПИ. Самую крупную победу воспитанники Дмитрия Гуренко и Александры Мироненко одержали в матче с киевлянами 23-1. Землякову из второй сборной разгромили со счетом 21-4, Мариуполь 16-3. А в центральном матче одолели еще одну столичную команду, да и у США номер 21 с минимальным перевесом 12-11. У победителей 7 мячей в этой игре забил лучший бомбардир команды Денис Кисленко. Набрав 12 очков, юниорская сборная Харьковской области возглавила вторую группу высшей лиги. Киевские ватерполисты из спортивной школы и сборной города отстают на 3,6 баллов соответственно. Командой только Дю США 21 у нас была такая напряженная игра, остальные команды немножко слабее. Ну, ребята хорошо отработали, эта игра дала нам определенную информацию. А так, хорошо готовы, но основные игры нас ждут во втором туре. Вторая сборная Харьковской области следует на четвертой позиции. Юниоры Владислава Погребняка обыграли Мариуполь 13-4 и потерпели три поражения. Второй тур высшей лигового чемпионата страны пройдет в середине апреля в Каменском. На этом спортивный выпуск окончен. Удачи вам, хорошего настроения и новых свершений.